Саран-саран, с вами Реран, и это дайджест кип-поп новостей девочки Мяу. Полная команда представлена, нам не очень интересно с вами это обсудить. Также закон Гухары наконец-то принят, хорошая новость, тоже остановлюсь. Минхи Джин переживает, что Нью Джинс под ее опекой всего лишь останутся два месяца предстоящих. И есть еще один вопрос, который я хочу с вами затронуть и достаточно подробно обсудить. Это Зухо, участник группы SF9, и тема тянется уже достаточно длительное время. Тем не менее, сейчас уже, кажется, достигло какого-то пика, и поклонники очень сильно переживают, что FNC пренебрегают им. Об этом буду прямо сейчас с вами говорить поподробнее и полетели. Начну как раз-таки с Зухо. Это участник группы SF9, который некоторое время назад не продлил свой контракт с компанией FNC на свою сольную деятельность. Тем не менее, компания заверила, что он будет оставаться в групповой деятельности, все как положено. Но дальше все пошло совсем не так. И я прям себе по пунктам выписала все, собственно, что собрали фанаты в плане нареканий на агентство, как они относятся к нему в рамках деятельности всех SF9. Во-первых, говорится, что как только он покинул компанию, ну когда частично покинул, FNC отключили систему распознавания лиц, и не знаю, где появлялась информация. В статье коротко упоминается об этом, но тема была в том, что он не смог попасть в здание, когда ему это понадобилось. Еще также упоминается то, что ему закрыли доступ к YouTube-каналу группы, и насколько я поняла, именно там ребята проводили трансляции для того, чтобы поддерживать живое, ну относительно живое общение с фанатами. Тут, честно говоря, достаточно спорно. Не знаю, в каком формате это проводилось. Если бы я следила, возможно, для меня это выглядело иначе. Тем не менее, поскольку он уже в компании как таковой, да, не состоит, и исключительно на дополнительных соглашениях работает в SF9, возможно, в этом есть какой-то определенный смысл. Тем не менее, он может, конечно же, наверное, вести личные социальные сети, вести где-то трансляции в другом месте. Но, опять же, если это была традиция группы, почему, собственно, не вести ему сейчас эту платформу вместе с остальными ребятами, поскольку он является участником группы. Также вот говорится, что, в принципе, какой-либо контент достаточно пореднел, можно так сказать, практически пропал полностью. На официальных аккаунтах SF9, да и FNC тоже, наверное. И я могу предположить, что это связано с тем, что на индивидуальную деятельность какую-либо компания, в принципе, не может рассчитывать и публиковать этот контент у себя. Тем не менее, конечно же, что-то групповое, естественно, должно уделяться равное внимание каждому участнику. Поэтому, опять же, кто следит за социальными сетями, напишите, как обстоят там дела. Еще вот такое сообщается, что, например, вот было объявлено возвращение их с Don't Worry Be Happy. И заявлено было, что примут участие только 5 мальчишек. При том, что двое ребят в армии, Эдавон и Джи Юн, получается, что, по сути, Зухо просто бортанули и не пригласили, да. Можно было бы сослаться, наверное, на то, что у него, у Зухо просто, может быть, накладка графиков, нехватка времени. И, в принципе, инициатива такая исходила непосредственно от него, а не от компании, да, все шишки полетели в компанию. Тем не менее, говорят, что в то время появился пост от Зухо, в котором он написал, «Я не могу этого сделать, даже если захочу». Тут можно по-разному трактовать. Тем не менее, конечно же, все сходятся на выводе, что, вероятно, он хотел бы, но у него нет такой возможности. То есть, ему, по сути, не предложили. Вот еще мероприятие в честь 8-й годовщины группы. Было заявлено, что участие примут только 6 участников. Получается, что, да, вон, находится в армии, и выходит, что Зухо опять бортанули, несмотря на то, что он является участником группы. Собственно, после объявления Зухо сообщил, что компания с ним по этому поводу не связывалась. И, по всей вероятности, ему даже не рассказали, что такое мероприятие будет, что выглядит очень странно. И все это уже собралось в какой-то, да, такой ком всяких разных моментов. И, естественно, покойники подозревают, что, ну, может быть, компания отнеслась к нему как к предателю, ушел, ну, и до свидания. Значит, твое участие в группе будет сведено к минимуму. Ну, так уж получается, люди говорят, я, опять же, не свидетель этого, потому что я не слишком-то прицельно слежу за группой, что Зухо один из тех участников, который больше всего привязан к самой группе, как к проекту. Что он достаточно часто опубликует какие-либо реакции, да, небольшие на, там, музыку, на клипы, что-то постоянно говорит про SF9. Что чуть ли он не самый ярый фанат этой группы, побольше, чем многие фанаты, состоящие в фан-клубе. И поэтому люди негодуют и говорят, как FNC может вот таким образом с ним обращаться. По сути, получается, вытесняя его за пределы SF9. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Мин Хи Джин и ее адвокаты сделали заявление. Еще одно, в котором сказали, что вот это вот все ранее, что пообещали хайп. Место генерального директора будет занимать теперь другой человек, а Мин Хи Джин сохранит за собой право продюсирования. Все это ложь, что хайп пытается просто, знаете, пустить пыль в глаза и сделать вид, что все хорошо. На самом деле она говорит, что Мин Хи Джин получила дополнительное соглашение, договор какой-то на дальнейшую работу, поскольку акционерный контракт расторгнут. И он предполагает распределение обязанностей, то есть делегирование. То, чем ранее Мин Хи Джин занималась сама, теперь, собственно, часть этих обязанностей с нее снимают. И вот в этом заявлении говорится, что прежде всего некоторые из формулировок им, в принципе, непонятно, они не понимают, как это можно реализовать в разрыве, собственно, какой-то сдельной работы, которую должен выполнять один человек или одна команда. Но это полбеды. Сам вот этот вот договор рассчитан на два месяца. И получается, что как будто бы ей отвели только два месяца на реализацию всех ее планов. Здесь упоминаются планы как раз-таки девочек New Jeans. Это тур, который запланирован на следующий год. Также вот девчонки не так давно завершили свою фан-встречу в Токио Дум, это было в Японии. Удивляются, они говорят, как можно в два месяца проделать всю эту работу запланированную, на что они вообще там рассчитывают. Но, честно говоря, я вижу это каким образом. Тебе предоставляют дополнительное соглашение, то есть договор, да, на работу на ближайшие пару месяцев для того, чтобы сейчас эта работа отстроилась, устаканилась и дальше будет видно. Я думаю, что вот с таким посылом ей этот договор, собственно, предоставили, а не так, что вот у тебя есть два месяца. Успей, пожалуйста, за них сделать все. Но, с другой стороны, конечно же, зная, что хайп тоже не так просты и тоже постараются максимум перетянуть одеяло на свою сторону. Поэтому тут, конечно же, я тоже ожидаю каких-либо подвохов с их стороны, что по истечению двух месяцев они за это время что-нибудь еще придумают. И, собственно, ее полномочия могут на этом свернуться. Естественно, люди, особенно те, кто поддерживает девочек нью-джинс и переживают, что хайп могут отправить их на практически бессрочный отпуск, который может занять год-два, а то и дольше. Сейчас негодуют и говорят, как так, по сути, получается, по чуть-чуть, по чуть-чуть нью-джинсы ускользают из рук минхи-джин. Наконец-то принят закон Гухары. Такое он получил название. Я, наверное, уточню только то, что это, по сути, получается поправка к общему законодательству относительно прав наследования. После смерти Гухары мама затребовала наследство и получила 40%. Остальные 60% ушли ее отцу, а также родному ее брату. Но кроется проблема в том, я напомню, был достаточно громкий скандал по этому поводу, очень было много разговоров, расследований и так далее, что, по сути, мама никоим образом не касалась воспитания своих детей, отказалась от них практически еще в раннем возрасте, и все воспитание на себя взял отец. И получается, когда прошло время, когда Гухара умерла, и после нее осталось определенное нажитое имущество и средство, она вдруг заявила свои права как мать. И Гухаин как раз-таки боролся за то, чтобы пересмотреть законодательство, потому что он считал, что это несправедливо. Те, кто только краем глаза следил за всем происходящим, говорили, что, о боже, Гухара только умерла, а уже сейчас вокруг нее, вот, собственно, семейство начинает заниматься дележкой, как некрасиво могли бы порешать это все по-тихому. Но, с другой стороны, если вникнуть во все происходящее, да, то можно понять негодование брата и отца, потому что, ну, блин, как минимум, это несправедливо. Что женщина, которая является биологической матерью, Хары, но которая пренебрегла, бросила ее, нанесла, возможно, ей детскую травму, и является не тем человеком, кому бы Хара сама лично хотела оставить деньги, просто вот так вот пришла и сказала по закону положено, пожалуйста, давайте, отдавайте. И вот в данный момент времени, наконец-то, эта поправка добавлена в закон. Теперь закон не позволяет родителям наследовать активы своих умерших детей, если они пренебрегали ими или злоупотребляли ими. Я считаю, что это правильно и достаточно странно, что ранее это не было предусмотрено, но вот благодаря Харе, да, благодаря тому, что у нее есть имя, есть история, значимая очень для многих, которая смогла привлечь достаточно внимания, уже не дать возможности законодательным органам, да, ускользнуть от рассмотрения этого вопроса, сделали вот такое вот большое дело для многих, очень многих. На данный момент времени брат Хары уже опубликовал поздравительное сообщение, он написал, закон Гухары принят, наконец-то это произошло, ура, все ваши маленькие акты поддержки сложились и помогли этому, наконец, произойти. Желаю всем крепкого здоровья и счастья в эти трудные времена, искренне благодарен всем. Девочки, мяу от Black Label. Значит, мы с вами уже ранее немножечко затрагивали Эллу Гросс, да, говорила, что показали первую девчонку, такая яркая новость. Была, ну, как минимум, потому что вот она первая девочка, теперь нам известно, кто она, мы можем чуть-чуть прощупать концепт или направление группы. Сейчас появились другие участницы, не то, чтобы я собираюсь про каждую из них вам подробнее рассказать, тем не менее, коротко упомяну и лично своими ощущениями поделюсь, плюс скажу, что мне особо понравилось или запомнилось. В качестве второй участницы представили девочку Гавон. Я посмотрела ее тизер, он, в принципе, достаточно схож с тизером Эллы Гросс по атмосфере, по всему остальному. Тут, конечно же, по большей мере хвалили ее внешность, ее внешние данные, потому что, насколько я поняла, она работала моделью, и тут сложно очень отрицать, что у нее прям модельная-модельная внешность, и она безумно яркая визуально. Третьей участницей представили девочку по имени Суин, и тут я, наверное, скажу, что ее тизер, при том, что, в принципе, мне нравится все концептуально, что выпустили, понравился больше всего. Мне даже показалось, что он, что ли, наиболее разнообразный, наиболее неожиданный. Я понимаю, что для такого концепта, как представление девочки, там они сделали больше, чем вообще достаточно было. И плюс ко всему она там проявляет свои навыки, да, она показывает себя в танцах. Получается, что предыдущие девчонки, ну, ходили красиво, смотрели все остальное, а тут мы уже можем немножечко посмотреть, на что она способна. И, конечно же, появилось очень много статей, ну, дескать, она двойник Сюзи. Некоторые еще упоминают Казуху, но мы помним, да, что Казуха и Сюзи тоже очень много было разговоров об их сходстве. И что касается Суин из группы Мяу, тут, конечно же, дело не только в прическе, потому что, ну, эта прическа достаточно типична, в принципе, была для Сюзи. И я уже говорила ранее, что Сюзи я внешне знаю достаточно хорошо, все ее очарование, обаяние, и поэтому где-то, если я вижу, я сразу эти вайбы ощущаю. И вот могу сказать, что у этой девочки я тоже увидела вот тот, знаете, взгляд, какое-то выражение лица, мимику, что мне кажется, даже если убери челку и ее темные волосы, то никуда это не денется, есть между ними что-то общее. Более того, если вдруг сейчас кто-то начнет дискутировать, что это очередной закос под Сюзи, хочу в ее оправдание сказать, что вообще тут есть приведены некоторые ее предебютные фотографии, и такую прическу она носила уже давно, так что все. Следующая девочка, которая была представлена, собственно, говорят, что у нее одновременно внешность актрисы и модели, зовут ее Анна, и ребята, действительно, да, насколько она красива, смотришь и невозможно отлипнуть. Есть такое ощущение, что даже если разобрать черты ее лица, внешности, повадок, движения всего остального по отдельности, то даже по отдельности все это будет выглядеть прекрасно. Знаете, зачастую бывает, кажется, слепить человека из всего только самого красивого получится урод, но тут получилось все совсем наоборот, у нее красиво все. Также мне понравился, кстати, ее тизер, несмотря на то, что тут она не проявляется как артист, я с удовольствием посмотрела тизер от начала до конца, как такое небольшое кино. В принципе, во всех тизерах девчонок присутствует несколько такая гротесность, что ли, надуманность, фэнтезийность, какие-то, знаете, как будто бы глюки реальности. Тем не менее, вот с удовольствием посмотрела, и в принципе, мне вся эта тема с котиком очень понравилась. И напоследок, конечно же, Нарин. Вот она была представлена только-только. Многие уже разговаривают о том, что, судя по предебютным фотографиям, она из богатой семьи, что она училась в школе в дорогом районе, все дела. Короче, такая мажорочка. Но вот внешность у нее, она кошачья, как многие написали, что, естественно, очень гармонирует с самой группой, с ее концептом. И вот, что сюда еще хочется добавить, что она, как, собственно, и Суин, тоже показывает свои артистичные навыки, в частности, рэп. Хвалят, конечно же, в статье от себя, скажу, что, а я не поняла. Мне кажется, что достаточно неплохо, но какого-то вау у меня не случилось. Тем не менее, я могу точно сказать, что проблема расслушать ее была в том, что сильно стилизован сам трек, который она исполняет. Там играют с ее голосом посредством сведения, это все в какой-то, да, трек небольшой. Но, с другой стороны, вся вот эта вот задумка, да, мне, в принципе, по звучанию понравилась. У меня есть вот такая мысль. Мне кажется, что подход компании к тому, как они запускают группу, да, то есть сама формула, как они их презентуют, они показали очень дорогие тизеры для каждой девочки. Для каждой девочки был сделан индивидуальный подход. И пусть я еще теряюсь в их именах, да, и, возможно, так сходу не вспомню всех-всех-всех участниц, если у меня там не будет тезисов или еще чего-то на первых порах, да, до их дебюта. Тем не менее, у меня каждая девочка достаточно четко отпечаталась. Это очень хороший знак, потому что достаточно много на данный момент топовых, популярных групп, которых всех участниц я до сих пор не знаю. Есть некоторые, которые выделяются и остальные. Вот тут как раз-таки тот случай, что к моменту дебюта, в принципе, по сути, я уже знаю их всех. Еще и такой немаловажный момент, когда выходит тизер или еще что-то, у меня всегда появляется вот это вот ощущение. Ух ты, интересно, надо посмотреть. И вот этот вот интерес не просто потому, что хотелось бы рассказать вам это в новостях, вот мы все равно следим за этими девочками, давайте глянем, что у них там следующее. Нет, у меня действительно присутствует этот интерес, который достаточно сложно объяснить, почему вот они, да, почему не другие, потому что многие девчонки дебютируют, многие представляют интересные концепты. Я все-таки думаю, что вот в той самой формуле продвижения есть какие-то такие наметки, наработки, которые умеют цеплять внимание и вызывать интерес. Это как раз-таки тот случай, и если будет продолжаться вот таким же образом, если будет дальше компания удивлять с этим проектом, то я думаю, что эта группа добьется очень больших успехов. И уже, в принципе, с большим успехом дебютирует, покажет отличные результаты со своей первой музыкой, первыми сингами или альбомами. Не забудьте проверить свою подписку, поставить большой пальчик вверх, приглашаю, как всегда, свои телеграм-каналы, а на этом пока что все. Саран-саран, с вами была Ариан, люблю вас, целую. Пока-пока-пока.